Недопущение человеческих жертв и минимизация убытков. Власти прогнозируют дальнейшее движение воды и готовятся во всеоружии встретить стихию. Там, где вода уже отступила, подсчитывают ущерб и оказывают помощь пострадавшим. Аким области Нурмухаммед Абдибеков встретился с жителями села Жумабек, пострадавшими от наводнения. Ирина Вабещевич продолжит. Так выглядит дом в селе Жумабек, пострадавший от наводнения. Дом саманный, то есть построен из глинистого грунта с добавлением соломы. Он не выдержал натиска стихий и был разрушен. Семья, где трое детей, не пострадала. Пережив шок, пытаются спасти то, что уцелело. Всего в связи с разрывом тела плотины Жумабек, находящийся в частной собственности, было затоплено 17 домов из 110, в которых проживает 61 человек. В результате своевременно принятых мер люди и домашний скот не пострадали. Нурмухаммед Абдибеков Аким Карагандийской области приехал в село Жумабек, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и пообщаться с пострадавшими. Семье, оставшейся без крова, было предоставлено жилье. Аппарат Акима села и предприниматели взяли на себя обязательства по обеспечению этой семьи всем необходимым на весь период адаптации. Для устранения последствий затопления в селе работали 17 единиц техники и 90 человек, привлеченных из государственных учреждений Абайского района и Курминской средней школы. К настоящему времени 20 человек вернулись в свои дома. Остальные пока проживают у родственников. Пострадавшим в рамках законодательства будет возмещен ущерб, который еще только предстоит оценить. Аким области осмотрел и состояние плотины. Дал ряд поручений Акиму района по устранению последствий затопления и восстановлению нормальной жизнедеятельности села. В целом, по региону, как заявил Аким области, паводковая ситуация остается сложной. Водопритоки по реке Нуре не ослабевают. По основным водохранилищам, таким как Ширубай-Нуринское водохранилище, а Самаркандское, идет максимальный сброс воды. Мы надеемся, что в течение где-то двух-трех суток это снижение поступления воды наступит и по районам, которые сейчас испытывают сложности. Это в районе как раз Самаркандского и Ширубай-Нуринского водохранилища. На сегодняшний день имеется порядка 35 населенных пунктов по области, где в той или иной мере произошло подтопление. Поселок имени Габидена Мустафина был практически полностью подтоплен. Мы своевременно отсилили более 4 тысяч человек из как раз населенного пункта имени Габидена Мустафина. И как показывает результат, мы своевременно это сделали. Думаю, что нам удастся прогнозировать ситуацию развития дальше вниз по течению нуры и принимать меры, которые позволят избежать человеческих жертв в первую очередь. И, конечно, по возможности минимизировать тот ущерб, который наносится водной стихии населению и нашему производственному аграрному комплексу. Сейчас уже можно прогнозировать ситуацию с дальнейшим подтоплением, Возможному удару стихии может быть подвергнут Нуринский район, поселок Киевка. Сейчас применяются меры, чтобы удержать ситуацию под контролем. Там, где вода уже отступила, начались работы по подсчету убытков. Предстоит восстановить не только дома, но и около 20-30 километров дорог. Ирина Вобещевья, Аснур Муханов, Равиль Валеев, 5 канал.